Девочки и мальчики, сегодня погода чудесная, градусов 20 по ощущениям, прям очень тепло. Я вот литровочку надела и так мне комфортно, в тапочках уже спортивных. Иду из Фаберлик, забрала свой заказик, сейчас приду домой, буду рассматривать все вместе с вами. Или погуляю еще, в принципе пакет не тяжелый, или уже хочется домой идти, или уже унести, а потом пойти гулять без пакета. Как думаете? Распаковщица идет. Не встречала меня сегодня, все-таки девчонки решила я домой сначала прийти, потому что по пути купила бутылку молока. И она такая тяжелая, это полтора литра. Ну и куда я с полтора литровой бутылкой? Поэтому думаю вернусь, вам все покажу и потом уже гулять. Жара, на улице прямо жара. Но без ветровки еще опасно, хотя очень хочется просто вот так в хлопковой кофточке пойти. Но нельзя еще, опасно. Это как, знаете, историю вам рассказывала про женщину, которую мужчина влюбился, а потом разлюбил. Вот я сейчас так же. Запрела я на этом пляжу. Ну вот. Такая же история со мной приключилась. Смотрите, не разлюбите меня за это. Девчонки, у меня вот эти перчатки, они такие классные. Уже Оля их заказала и Олина подружка. Ирина, вот твои перчаточки. Они такие классные. В общем, кто их хотя бы раз увидел, а еще и попробовал их в работе, посуду мыть. Прямо прекрасно. И руки в порядке. Они у меня вот всегда лежат под раковиной. Кастрюли какие-то. И размерчик такой, девчонки, хороший. Они крепкие, силиконовые, но вот прям с какими-то другими перчатками не сравнить. И вот она у Оли увидела и такие же. Может не у Оли, может распаковку мою увидела и попросила. Ну вот я для нее заказала. Классные перчатки, девчонки, прям вот прочные. Перчатки надо примерить или что? Что там еще, Мелисочка, у нас? Что там еще у нас? На своем месте всегда. Девчонки в этот раз заказала пакетов. В прошлый раз Оля мне принесла. Я даже не ожидала, что в Фаберлик такие классные пакеты. Она мне сиреневый большой принесла. Но вот в этот раз сильно больших не было. Ну вот такие. Смотрите, какой приятный пудровый цвет. Прекрасный. Кто-то ко мне придет и уже их отправлю не с мешком магазинным, а с красивым фаберликовским пакетиком. Вот эти побольше. Это, по-моему, С, а вот это М. И еще были Элька. Но Эльки вот в этот раз не было. Но буду караулить. Классные пакеты, крепкие такие. Пять зелененьких и пять вот таких пудровых. Они даже не зеленые, а такие, знаете, мятные. Матовые, красивущие пакеты. И недорогие в сравнении с магазинами. Вот такого качества. Прямо мне очень понравились. Рекомендую, девчонки. Я уже испробовала. Так, что? Точилку для ножей. У Ларисы Лекси вот именно такая точилка для ножей. Заточка она называется. Ну, я так, девочки, по-простому. У меня есть брусок. Ну, знаете, точилка, она элегантнее. Как-то, чем брусок. Так, и как мы ее откроем? А вот так мы ее откроем. У Ларисы Лекси точно такая. И она ей там вжих-вжих. И тут ничего не надо под наклоном держать. Тут вот, он уже определен наклон. Просто вставляешь туда нож и затачиваешь. В общем, ну, когда-то бруском можно, когда-то вот этой вот точилочкой. Мне кажется, что это как-то для женщины поэлегантнее. Так, вот эту лопатку я для Оли заказала. Оля у меня увидела такую лопатку. Блины переворачивать, девочки, вот лучше не придумаешь. Легкая, широкая, легко блинчики подцепить. И прямо вот без помощи рук поворот. И они очень дешевенькие. Я прямо целый набор себе взяла. Ну, вот Оле уже ложка есть. Как она? Шумовка. Ложка-шумовка. И вот сейчас будет лопатка еще. Прямо классные. Тоже что-то недорого стоит. Рекомендую, девчонки. Всегда ей блиночки переворачиваю. Прям супер. Смотрите, ляжем вот так вот под ноги. И лежит. Наступайте на нее. Ой, так жарко на улице пить захотела. Так, все. Вот эта вот штука у меня есть теперь. Брусок и вот эта штука. Так, что еще? Еще заказала меленку. Потому что в прошлый раз Оля увидела, и захотела такую. Я ей подарила. Ну, вот они сейчас там в большом количестве. И я заказала еще две штуки. Потому что меленки просто суперские. Тут сталь. Они стеклянные. Работают просто как часы. Ну, и Фаберлик Хоум, конечно, выглядит так довольно-таки престижно. Так, что еще? Это я для себя заказала. Витамин Д3. Для энергии. Это вот кому энергии не хватает. И не только. Но я беру вот для этого. Прямо я чувствую их хорошо. Я прям очень хорошо чувствую. Так, это еще. Такая же штука. Такая же штука одна. Вот эту сейчас сразу помою. И засыплю в нее приправы. Когда их перемалываешь, крупные какие-то, перец там, ну, все, что есть. Такой аромат сразу. Поэтому вот. Одна у меня будет для черного перца, а другая для приправ. Так, это я вам сказала. И, девчонки, заказала себе весы. Это для работы с эпоксидной смолой. Вы не думаете, что я только собралась на какую-то сумасшедшую диету. Нет. Для работы с эпоксидной смолой мне нужно именно знать точную громоздку. Смотрите, какие красивенькие. Вот такие весы. Тут зелень, укропчик. Тут у них фиксатор стоит. Ее надо вытащить. И все. Все, девочки, вытащили. Легко и просто вытянули весу. И они заработали. Заработали! Так. Что будем взвешивать? Давайте взвесим вот эту бутылочку. 197 грамм. Так. Что еще взвесим? Что? Давайте. Витаминки. 61 грамм. Видите, какие весы? Замечательные! Я прямо рада. Прямо рада, что их заказала. Мне вот их очень не хватало. Тут крышечкой сейчас закроем. Вот так. Оп. Щелк. Щелк и все. Вот. Нолик и все. Так. А в миленке взяла две, потому что кто-то вдруг опять захочет. Я вынуждена буду подарить. Но мне надо, чтобы у меня было две. Это инструмент для чистки рыбы. Оля увидела у меня. И ей подружка еще нахвалила, потому что она заказала такой же. Говорит, это просто чудо. Нигде рыбья чешуя не летит. Все в этот коробочек собирается. И потом ты его просто очищаешь и все. Открываешь, очищаешь от чешуи. Промываешь и все. Вот Оля захотела такой, поэтому я для Оли заказала такой подарочек. Так. И для дочи подарочек я ей заказала железо. Гемоглобин. Что-то у нее чуток пониженный. Вот. Чтобы все было в порядке. Себе витамин Д, а Лизе железо. Все, девочки и мальчики. Вот такая была прекрасная посылка. Я довольна. Очень довольна. Ну, а теперь можно и погулять. Идем?